Я под микроскопом сейчас смотрю полихету, которая называется Тирибелидес. Эти животные живут в выловых трубочках. Амфиура, Тирибелидес и Галатурия — это не имена героев средневековых сказок, а жители морских глубин. Большую часть из них трудно заметить невооруженным глазом, но некоторых можно даже покормить. Вот в этом аквариуме живут актинии, хищные организмы. Питаются они другими животными. Сейчас попробуем покормить ее мидией. С помощью щупалец она будет заталкивать пищу себе в рот. Вот, получается у нее. В Севастопольской лаборатории биоразнообразия и геномики о жизни обитателей морских глубин знают много. Исследование ДНК этих удивительных существ — главная задача ученых. Работают здесь специалисты разных профилей. Кроме этого, мы занимаемся различными вопросами, которые касаются именно функционирования организма. То есть это могут быть различные физиологические процессы, устойчивость к стрессу, адаптация. Материал для исследования собирают со всех уголков мирового океана. Минус 20 и минус 80 градусов. В условиях сверхнизких температур образцы могут храниться долго. Генетические исследования — область высоких технологий. Лаборатория оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет работать на молекулярном уровне. Один из способов проверки — это электрофорез в огорозном геле. У нас есть вот такие вот пластинки, которые мы сами заливаем. Это гель. Мы кладем его в буфер. В геле сделаны такие луночки, куда ДНК попадает. Под воздействием тока молекулы в геле распределяются по длине. Но чтобы опыт прошел успешно, необходимо добавить в препарат краситель, чтобы увидеть нитевидную ДНК под ультрафиолетом. 30-40 минут — и момент истины. У нас эксперимент удался. Мы видим ДНК. Вот все. Оно светится. Дальше идет его чтение. Благодаря таким исследованиям ученые могут устанавливать родственные связи между отдельными видами, прогнозировать и влиять на развитие жизни в океане. Наталья Жадько, Влад Мошек. Утро нового дня.